Начинаем недельную главу Лехаха. Это первая глава, которая подробно рассказывает про Авраама. То есть в прошлой главе Авраам уже упоминается. Но эта глава, можно сказать, полностью посвящена жизни Авраама. Это и следующая глава. Итак, в Перке, а вот мы читаем в пятой главе, что Авраам всего прошел десять испытаний. А это второе. Первое испытание, вы знаете какое? Что когда Авраам пришел к вере в единого Бога, а там царем Вавилона, где он жил, был Немрод, Ему это очень не понравилось. И он, Авраам не только стал верить в единого Бога, стал это говорить другим людям тоже. Так Немрод позвал его, как говорят, на ковер. И после беседы он сказал ему, послушай, либо ты веришь моему Богу, поклонишься моему Богу, огню, либо я тебя брошу в огонь. И это было первым испытанием Авраама. В Торе оно прямо не упоминается, но оно упоминается намеком. Я, Бог твой Бог, напишет, говорится в нашей главе, который вывел тебя из Ур Каздем. Можно это понять как огонь Каздем. То есть его бросили в огонь. Авраам был готов на смерть, за свое убеждение, свою веру в Бога. И его бросили в огонь, но Бог сделал чудо, и он спас. А потом они ушли из этого места вместе с его отцом Тарахам и ушли в Харан. И когда он был в Харане, сказал ему Бог, иди себе. Это испытание. Потому что переезжать в новое место непросто. И тем более переезды были совсем некомфортабельные, неудобные. И не все человек мог взять с собой. Кроме того, человек теряет знакомых. Не может взять с собой имущество. Я тебя сделаю великим народом. Я тебя богословлю. Я увеличу твое имя. Ты будешь богословлен. Раша говорит так. У него же до сих пор не было детей. Но обычно дорога, которая утомляет человека, может помешать, что у него остались силы иметь детей. Это раз. Второе – это имущество человек теряет, когда он переезжает, и он теряет знакомых. А Бог ему обещает наоборот. Все племена земли будут богословлять себя, чтобы у него были такие дети удачные, как потомки Абрама, как евреи. Интересно. По Таргум Унклес – это перевод на арамейский, который сделан был по указанию мудрецов. Он переводит по-другому. Будут богословляться ради тебя все племена земли. Я понимаю по этому Таргум Унклес. То есть ради евреев приходит браха и богословление на те места, где евреи живут. Так оно и бывало. Вы знаете, что сказал Дон Ицхак Абарбанелу, королю Испании Фердинанду и королеве Изабелла, когда они решили выгнать евреев из Испании и оставить только при условии принятия христианства. Знаете, что он сказал? Что вы, уважаемый король, что вы знали, что когда Испания выгонит евреев, как мировая держава, она падет. Слова, которые исполнились. Ваилах Авром, пошел Авром кашадибер и ловадиной, как Бог ему говорил. Ваилах и то льот, пошел с ним льот. Ваилах Авром, он был 75 лет. Ваилах Авром, когда он вышел из Хором. Ваилах Авром, взял Авром, сарай свою жену. Ваилах Авром, все имущества, что они заимели. Ваилах Авром, души, которые они сделали в Хоране. Можно понять слова, слова души, которые они сделали в Хоране, двояко. Раньше приводит души, которые они сделали. Тех людей, они же приближали людей к вере в единого Бога. Так, те души, которые они сделали, то есть тех, которые они приблизили к Богу. Буквально, как говорить, практически можно перевести, что рабов, которые они приобрели. Интересно, вы знаете, в каком году отцетворение мира родился Авраам? 1948 год. Так, и он стал приближать людей к вере в единого Бога. И 52 года, так это 2000 год. А когда ему было 75 лет, у него был приказ идти, идти оттуда. А в чем был смысл этого приказа? Это было испытание для Авраама. Но смысл этого? Смысл. Земля Израиля имеет особую духовную силу. И, например, известно, что после того, как евреи вошли в страну, пророки, пророчество может быть только в Израиле. Приводится, что пророк, который начал свои пророчества в Израиле, может продолжать говорить пророчества и вне Израиля. Но начать он может только в Израиле. И земля Израиля имеет особую духовную силу и относительно учебы в Тор и других заповедей. Так и для духовного роста Авраама Бог ему велел идти в землю к нам. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона. Бог хотел, чтобы из Авраама вышло потомство, которые будут жить здесь, в земле Израиля. И Бог хотел, чтобы действия Авраама были началом того, что потом произойдет с еврейским народом. Есть золотое правило, которое говорит Медраж. Маосе Абот Симан Габаним. Действие отцов – это признак для детей. То есть, другими словами, то, что записано в Торе, про наших отцов Авраама, Ицхака и Якова, это именно те события, которые потом произойдут с еврейским народом. Авраам переезжает с места на место, потом он приходит в землю, в эту святую землю. Ну, еврейский народ с китайцами куда-то, и он придет, в конце концов, все эти еврейские народы сюда. Интересно даже, что те места, в которые Авраам зашел раньше, еврейский народ после смерти Моше приходит раньше. Места, в которые Авраам приходит позже, позже. Дальше будет написано, что Авраам едет на юг. Что такое на юг? Иерусалим – это юг страны. Он в центре, но он к югу. Теперь, скажем, Шхем – это север. Так, большинство земли Израиля евреи уже заняли. А в Иерусалиме еще были жители семи народов, еще при Давиде воевали с ними. Рамбан говорит еще более этого. Он говорит, что то, что есть на это пророчество Бога, и при этом пророчестве, говорят, чтобы сделали действие, действие, которое человек делает на основании пророчества, чтобы укрепить это действие, создает то, что это, то, что сказано в пророчестве, определенно выполнится. И поэтому Бог хотел, чтобы Авраам прошел по стране, занять ее. Прошел Авраам в стране, до места Шхем, до моря, до моря. В Акнани, Акнани был тогда в стране. Что значит тогда? Уже тогда. То есть до этого в этой земле жили семиты, потомки Шема, которые в какой-то мере были родственниками Авраама. И были уже три сына у Ноаха, Шем, Хом и Ефет. Авраам происходит от Шема. Так там были потомки Шема. А Кнани пошелся занимать эту страну от потомков Шема. Кнани уже был тогда в стране. Аврааму это было неприятно. Показался Бог Аврааму. В Йомах сказал, В его потомство, это не Адам, это не Орец Азейс, эту землю. В Йивен Шом Мизбеях построил там жертвенник, родиной Богу, Анире Илов, который ему показался. То есть на что? На хорошее обещание Бога. Что у него будет потомство. И что она даст ему эту землю. В Йивен Шом Мизбеях перешел оттуда на гору. Мы кедем левейсел, с востока от бейсела. В Йивен Шом Мизбеях распостер свою палатку. Раша приводит медлаж. Написано, мы читаем свою палатку. А написано в конце буква «Эй». Если без никуда, то это читается как ее палатку. Раньше он распостер палатку своей жены Сары, а потом свою. Бейсел Мьем. Бейсел Запада. В Аймекедем. А из востока. В Йивен Шом Мизбеях Адиной. Построил там жертвенник Богу. Байикро Бешеймадин. Ну и звал именем Бога. Тоже интересно. Места, которые тут упоминаются, это места, которые были важные события. При входе Ешуа. А Ай, например, там было первое место, в котором было. Когда Ешуа вошел, впервые были там погибшие в битве с хананьянами. И Ешуа это очень мешало. И Раша говорит, что он звал именем Бога, что молился за своих потомков в этом месте. В Айса Авром. Поехал Авром. Олейх Веносея. Ехать ханекбо на юг. Я вам сказал на юг. Это направление Иерусалима. Говорит Раша. Был голод в стране. Спустился Авром в Египет. Пережить там. Логур это временно жить. Потому что был тяжелый голод в стране. Это следующее испытание Авраама. Голод. Из-за голода он должен спуститься в Египет. Смотрите. Можно спросить. Может Авраам должен был там остаться. Смотрите. Если Бог ему велел. Приходи туда. И оставайся. Он бы конечно остался. Бог сказал приди туда. А дальше когда есть голод. Что разумно делать? Уезжать в другое место где нет голода. Это то что Авраам сделал. Можно задать вопрос. А в чем же тут испытание Авраама? Испытание на разумность. На ходчивость. На что испытание? А? На что тут было испытание Авраама? Ну. Так поясните. В чем же испытание? Не что Авраам будет делать. То что Авраам сделал. Он поступил разумно. И сделал верно. А испытание. Это испытание сердца. Чтобы он мне пошел спрашивать. Скажи мне Бог. А что ты от меня хочешь? Ты говоришь мне приходить туда. А тут голод. Что это такое? Не задавать подобных вопросов. Так Авраам выдержал это испытание достойно. Это испытание которое бывает бывает у многих из нас. Что-то происходит не совсем так как мы планировали и как бы хотели. Бывает такое? У Бога знает все что происходит. Он руководит. И Авраам. Испытание Авраама было что он этого не спросил. Не только не спросил. Даже и не подумал почему. Бог велел ему прийти. Он пришел. Теперь голод разумно переехать. Он переезжает. Когда он приблизился прийти в Египет. Сказал к сарай своей жене. Теперь я знаю. Что ты красивая женщина. Ну и что же. Вы ой и будет. Ки-и-ру эй-со-ха-митри. Египтяне увидят тебя. Вы омру они скажут. Ишь ты здесь. Это его жена. Вы оргу эй-си. Меня убьют. Вы эй-со-х и хаю. А тебя оставят живых. Там были темнокожие. Она была очень красивой женщиной. То что наиболее вероятно что произойдет. Что они его мужа уберут. А ее оставят живых. Чтобы ее использовать. И-мри-но-ах-эй-си-от. Скажи пожалуйста. Ты моя сестра. Раша говорит. Будут давать мне подарки. И будет жить моя душа из-за тебя. Я останусь живых. Скажите. Что важнее. Подарки или жизнь. А? Вечная жизнь. А известно. Во фразе. Во фразах. Всегда ставят. На первое место наиболее центральное. Важное. А на второе. Менее важное. На второе место. Тут написано. На первое место. Чтобы было мне хорошо. Из-за себя буду давать подарки. Что это значит? Очень просто. Это не что. Это более важное. Это менее важное. Абрам сказал. Так. Если будет известно. Что ты моя жена. То. Тут. Очень высокая вероятность. Меня убьют. Что же. Какой же выход. Сказать. Что ты моя сестра. Каждый. Кто захочет. Как говорят. Руку и сердце старое. Пойдет свататься. С кем он пойдет беседовать? С Аврамом. Ну. Будет давать подарки. И. Через это. Аврам останется в живых. То есть. Это дипломатический ход. Чтобы пока затянуть время. А. Вы знаете. Придет какой-то. Потенциальный жених. Он предложит себя. Я. Аврам будет с ним беседовать. У каждого есть свои плюсы и минусы. На каких условиях. Что. Как. И. Вы знаете. На переговорах. Можно их оттянуть тоже. Как известно. А если Аврам увидит. Что. Дело худо. То. Он может просто. Убежать. Покинуть место. Покинуть место. А если. Он пойдет. Прямым путем. И скажет. Что. Это его жена. Тут. Никто. Ничего не будет спрашивать. А. Найдут. Путь. Путь его убрать. То есть. Будут. Будут. Мне делать. Из-за тебя. То есть. Будут давать мне подарки. И. Заигрывать со мной. И. Что выйдет из этого. Я останусь живым. То есть. Это средство. Это путь. Путь. Чтобы он остался в живых. Что с ним будут заигрывать. И давать подарки. Но. Получилось. Не как планировал Аврам. Ваи было каве Авром Митсруйма. Когда Авром пришел в Египет. Ваиру Амитри Месо Иша. Египтяне увидели женщину. Кияфа имела. Она очень красивая. Ваиру Амитри Месо Иса Сори Фары. Увидели ее вельможи фараона. Ва Яу Амитри Месо Пары. Валили ее к фараону. То есть. Такая красивая женщина. Только для фараона. Ваату Кахо Ишо была взята женщина без пары. Ваату Кахо Ишо это была взята пассивная форма. То есть. Без того что кто-то ее спрашивал. То есть. Вышла. Что ее взяли. Совершенно не спрашивали. Фараон считал себя как. Полноправным делать что он хочет. У Аврома идти в Баавуру. Аврома сделали хорошо из нее. Значит. Давай. Ваилы были у него цены волка. Мелкий скот. Крупный. Вахамирим. Аслы. Ваводим и рабы. Ушвохес и рабыни. Васынес. И ослицы. У гмалием. И верблюды. Война га ан иной. Бог привел проказу. Эспары на фараона. Негойим гделем. Мели большую проказу. В Эсбейсе и вот дом. 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 Домашний. А он двор в сарай. Из-за сарай. Ищет Авром жену. Жену Авраама. Жена. И фараон понял из-за чего это на него пришло. Ваикро. Ваикро фарыла Авром. Фараон позвал Авраама. Вае морская алмаза. Иисус Иссалию, что ты это мне сделал? Почему ты мне не сообщил, что это твоя жена? Почему ты сказал, что это моя сестра? Я взял ее себе в жены. А теперь? Вот твоя жена. Как вы их? Бери и уходи. Интересное замечание. Он узнал, из-за чего его наказали. Но кто кого выговаривает? Так в этом мире обычно идет. Фараон выговаривает Авраама. Почему ты так поступил? Как ты поступил неверно? Что это такое? В таком мире мы живем. Мне кажется, что это не только времена фараона. И в наше время тоже. Вопрос, кто кого выговаривает. Это было следующим испытанием Авраама. Четвертое. Ну, а в чем тут вообще было испытание? В чем испытание? Авраам, как говорится, как выражается, он не руководил ситуацией вообще. Цару взяли, у него ничего не спрашивая. Взяли цару, ничего не спрашивая Авраама. Он не контролировал ситуацию. Так, в чем испытание? Скажите. В чем испытание Авраама? Что? 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 Поясните. Хорошо. Так это испытание на разумность, на находчивость. Называйте, как хотите. А в чем тут испытание? Испытание же были испытание верности. В чем испытание? А? Как вы думаете? У кого-то есть ответ? А? Мне кажется, что испытание было чем-то подобным прошлому испытанию. Мы рассказали, в чем было испытание голода. Не испытание действий, действий, что он сделает. А было испытание, примет ли он все, что Бог с ним делает, спокойно и без малейших претензий, без раздумий, почему Бог это сделал. Так как в голоде было испытание, что он не спрашивал таких вопросов? Так и сейчас. Забрали Сару к фараону? Что это такое? За что мне это полагается? Бог, почему ты мне это делаешь? Он подобных вопросов не спрашивал и даже и не думал в сердце подобных вопросов. Но можно спросить естественный вопрос. Если это испытание, вы в том, что он не спрашивал вопросов, почему Бог так с ним поступил, то это совершенно повторяет. Это повторение прошлого испытания. Испытание голодом, нет? Тот же тип испытания, правильно? Ну, так зачем повторять? О, вы говорите совершенно верно. Испытание не спрашивать вопросы, почему Бог так делает. Может быть в разных ситуациях и на совершенно различных уровнях. Это могут быть сотни и тысячи уровней, что с человеком происходит. И не спрашивает вопросов. Испытание, когда из-за голода он должен покинуть страну, это одно. А испытание, что фараон забирает жену, и боль страшная, и позор страшный, это совершенно другой уровень. Совершенно другой. Говорят, что для евреев, которые были верны Торе, во время Второй мировой войны, для многих из-за испытаний было пройти те страшные события и страшные зрелища, что они видели, не спрашивая вопросов. Понять и чувствовать, что Бог знает, что он делает. Но это было испытание на самом высшем уровне. И многие это достойно прошли. Испытание, понимание, что Бог знает все, что он делает. Хотите послушать красивую хасидскую историю? Рассказывают, что один достойный еврей жил долгие годы. Так уже в Талмуде приводится, кто-то живет особо долгие годы, его спрашивают, а благодаря чему ты живешь такие долгие годы? Так его тоже как-то спросили. Скажите, а благодаря чему, заслуга чего вы живете такие долгие годы? Он ответил. Смотрите, у каждого человека в жизни встречаются разные ситуации. Есть некоторые, так есть приятные ситуации и неприятные. Есть люди, когда у них происходят неприятные ситуации, что-то неприятное, они спрашивают Бог. А чем я это заслужил? За что ты мне это делаешь? За что мне это полагается? Когда человек спрашивает, такие бывают, его вызывают для объяснения. А я не спрашивал, меня не вызывали. Поэтому я до сих пор здесь. Войца в обувь пары отношения приказал его фронтам людей. И все, что у него. Интересно. Мы говорили о линии, как Бог. То, что записано в Торе, это те события, которые потом произойдут с еврейским народом. Ну, а то, что был голод. Из-за этого Авраам спустился в Египет. И то, что произошло с его женой Сарой. И как Бог наказал фараона. И фараон не посмел притронуться к ней вообще. Что это означает для будущего? Знаете, что говорит Медраж? Что это было в миниатюре. Как евреи спустились в Египет. В Египет. Любопытно. Что даже выражение, что Авраам спустился в Египет, пережить, то же выражение, из-за голода, практически то же выражение написано про сыновей Якова, когда они вместе с отцом Яковом спустились, они сказали, потому что тяжелый голод. Тут тоже написано, потому что тяжелый голод. То есть они, Авраам спустился в Египет из-за голода, Яков с сыновьями спустились в Египет из-за голода. Авраама сделали, сделали плохое, и египтяне. Фараон забрал себе сару. Египтяне мучили еврейский народ. Фараон был наказан, египтяне были наказаны десятью казнями. Фараон дал подарки Аврааму, египтяне тоже давали подарки евреям привыкли. То есть это было в миниатюре, то, что евреи, то, что потом Яков с сыновьями спустились в Египет. Давайте, так как всю главу мы так уча не сможем пройти, давайте посмотрим про, есть в нашей главе союзы, Бога с Авраамом. Два союза. Бризбейн Абтарим, союз между кусками, и союз обрезания. И в нашей главе рождение Ишмаила. Прочитаем, прочитаем, хотел только объяснить интересно, написано, что Бог велел Аврааму прием взять животных и разрезать на две части, и огненные печи и дым прошли между кусками. Что за символика, что за символика разрезать животное на две половины и пройти между половинами, между кусками. В чем символика союза? Тут же написано, что он заключил союз. И у пророка Иеремияу приводится тоже, что они резали теленки и проходили между кусками. В чем символика союза? А? А что вообще значит союз? Союз, значит, мы с тобой сейчас, друзья, но мы заключаем союз навеки, например, что мы будем верны один другому. Мы обещаем верности один другому. Теперь символика в книге Айксифара и Карим говорит символика этого так. Когда теленок был жив, эти две половины были частями единого целого, одного теленка. Когда в одном боку было больно, было больно всему животному. Другими словами, мы части единого целого. Как эти две части были частью одного теленка при жизни. И как там одна часть чувствует боль. Другой части это же одно тело, одно животное. Так и мы. Я чувствую, буду чувствовать твою боль как свою, а ты чувствуй мою боль, то, что мне мешает, как свою. Я приду к тебе на помощь, ты придешь ко мне на помощь. Я буду верен тебе, ты будешь верен мне. Мы оба части единого, одного. Глава. Читаю 16 главу. В сарае сейчас Авром, гейлдогей. Сарае, жена Авраама не родила ему. Вело, а у нее шевхомица есть. Египетская служба, рабыня, ушмо хогор, ее назвали хагар. Баттимар сарае Авраам, сказал сарае к Аврому, и на иную царане одиною миледед. Бог поддержал меня от рождения. Бей иное шевхоси приди к моей рабыне, ухайба, не мемену, может я буду построен от нее, то есть у нее будут дети. Ва ишма Авром лакил сарой. Авром Микейц эсэ шоним гэшэбэс Авром бээрэцкнуан. Конца десяти лет Шавром сидел в земле кнаан, ваттимар садала ее, Авром еще, Авром ее мужу, ишу ему в жену. Тут подчеркивается после десяти лет когда он сидел в земле кнаан. Талмуд говорит, что если муж с женой живут вместе и десять лет нет детей, то это говорит о том, что пока видно, что у них нет детей десять лет. Так это приводится из-за этого текста. А почему написано в земле кнаан? Потому что то, что он жил вне земли кнаан и переехал в землю кнаан начинается счет заново. То, что было раньше, до этой святой земли не в счет. Потому что заслуга этой земли это особая сила. пришел Кагар и она стала беременной. Ватера Киороса она увидела что она стала беременной. Ваты не такая цадыка как про нее думает. Посмотрите, столько лет она жила с Авраамом, а детей не было. А я только вышел за него замуж и уже стал беременной. А ты стал относиться с неуважением к своей госпоже. что Бог рассудил между мной и между тобой. Так Сара сказал Аврааму. Гемараба говорит нам страшные слова чтобы человек никогда не говорил другому что Бог рассудил между мной и тобой. Сара не передавать суд к Богу. И Сара сказал это Аврааму. Скажите кто уме раньше? Сара. И Мара говорит кто передает суд на другого Бога его наказывают раньше. Ну а что Сара должна была делать? не Мара говорит на это при условии что есть судьи которым он может обратиться. Так Тософон говорят на месте. Сара должна была сказать смотри Авраам у меня есть на тебя серьезные претензии. Пойдем к судье чтобы разобрал между нами скажем Тософон говорят тогда был кшем. Пойдем кшему пусть он разберет между нами но не передавать суд Богу. Во имя Авраам сказал Авраам Сарай и ниши в хосе бьедых твоя рабыня в твоих руках дели то что хорошо в твоих глазах. Матанео сарай сарай ее мучила дала ей тяжелую работу ватев рах мипонела она обижала от нее во имцо нашол ее малах аддиной ангел бога алей нам айм у источник ковады бамидбор в пустыне ало айн у источника бедер шур дороги в шур во иммар он сказал хогар я убегаю она не сказала куда она идет а сказала я убегаю ва иммар ва иммар ва иммар малах аддиной сказал ангел бога шувел вертих вернись твои госпожи ва иммар мучайся такас ее дело под ее рукой ва иммар ва иммар ва иммар его рука рука на всех рука всех на него он будет со всеми драться и все будут с ними драться с ним драться на территории всех его братьев вишкин будет располагаться вы слышите еще до рождения его что про него было сказано он будет переодом дикий человек вы знаете на шона кодеш на иврите есть четкое правило порядок слов раньше существительное а потом прилагательное можно сказать шухан агол шухан мруба адам яфэ никто не скажет яфэ адам агол шухан нет по правилам есть порядок слов существительное на первом месте прилагательное на втором этот вопрос задает Рабишуя Лейбдискин зацал из раввин города Бриска который потом жил последние годы в Ярусове изменение порядка слов а пере это прилагательное оно на первом месте адам существительное адам человек на втором что это такое Рабишуя Лейбдискин отвечает так вопрос же почему на первом месте существительное а потом прилагательное потому что мы всегда ставим по порядку основное на первом месте а более эпитеты его на втором основное что это существительное в данном случае как раз наоборот в данном случае это прилагательное более существенное более основное чем существительное во первых он первый он дикий а во вторых он же человек он же идет на двух ногах с головой выглядит как человек и так далее то есть прилагательное тут более существенное поэтому прилагательное на первом месте Эпшишев фолгирш Затцао говорит что слово передикое значит человек который не умеет себя держать в рамках хам известно о хаме что хам он тоже отличался тем что у него были проблемы держать себя в рамках это понятие дикий послушайте что человек не держит себя в рамках может быть по-разному хам не держал себя в рамках это верно но есть так есть человек который может но не хочет держать себя в рамках и это относится к хаму очень многие люди не держат себя в рамках идут за своими желаниями и за своими страстями тут речь идет о другом о качестве натуры в качестве натуры что по натуре он не умеет держать себя в рамках натуры натуры хам не такая хам не хотел держать себя в рамках а если мне хочется почему что я должен себя сдерживать мне так хочется почему я должен себя сдерживать это хам а тут говорится совсем о другом речь идет о натуре натуре я слышал интересные комментарии кто-то кто-то писал что качество Нишмаила он не умеет себя держать в рамках но задается вопрос ведь потомки Ишмаила приводится что Ишмаил в конце сделал чугу и верил в единого бога его потомки соответственно тоже сделали чугу и верят в единого бога и они активно борются против идолов правильно против идолпоконства были разные предметы искусства которые считали очень важными для истории они мусульмане не считаясь ни с чем взяли их уничтожили впрочем сделали верно они борются с богомством теперь почему же от них так много плохого он говорил на это так что человек должен делать как человек должен вести себя человек же должен быть реалистом знать свои желания что ему хочется и выяснить что бог хочет от нас в данной ситуации и подчинять наши желания приказом бога это то что бог хочет от человека и мы должны так завести у как разрешить это противоречие как разрешить его знаете как они его разрешают они делают то что они хотят то что им хочется а затем они заявляют что вот это как раз желание бога убивать евреев желание бога и так далее они делают то что им дикая натура хочется но они идут и заявляют и может быть даже обманывают себя что это как раз то что бог хочет а что мы должны делать чтобы бог нам помог против против потомков ешмайя он говорил что мы должны как раз делать прямо противоположное этой натуры ишмайя смотреть реально видеть реально что нам хочет и видеть реально и правдиво что бог от нас хочет изучать это второе и работать над собой подчинять наше желание указом бога делать как раз противоположно их натуре подчинять наши сиюминутные желания приказом бога и и и тогда это будет противоядием против того что потомки ешмайя делают арабы назвал имя бога который ей говорил а то илруи ты видишь кем ру она сказала я тут видел после того как я видела то есть в доме авраама она видела ангелов но даже и тут я убежал я тоже видел аукем поэтому корол корол назвал этот колодец бер колодец живой показался там и не вот он бен кодейш овен бород между кодейш и бород просили посвятить урок фрида бас ецхок пескун этот урок который мы привели сегодня ватилет хогор родила хогор авром аврому бен сына ваик раавром назвал авром шем бне имя его сына ашо йодо хогор которая родила хогор еш моеу раш говорит даже он не слышал об этом что ангел говорил но у него был рах ашо назвал ешмойл теперь что значит назвали этот колодец бе ахайры живой показался на нем что ангел бога показался там теперь аврам назвал имя сына который даже агар ему не сказал у него был цвет был дух пророчество и он назвал его ешмойл я же вам сказал что пекар даблецар говорит что ешмойл это имеет еще смысл что бог услышит крики стон евреев от ешмойла евреев евреев аврам было бенжменем шон аврам было 86 лет когда агар родила евреев аврам сделать обрезание и связал союз обрезания с обещанием на эту землю то есть союз обрезания и обещание бога отдать эту землю потомкам авраама и тут вместе на этом мы сегодня останавливаемся мы успели к сожалению малую часть головы головы очень много тем